Слава нашему Господу! Слава Господу! За то, что Господь дал нам сегодня еще раз такую возможность участвовать в пропесии Господней и стать причастниками силы Его и крови Его. Слава Богу и благодарения! Значит, это что-то очень великое и большое. Стать причастником силы Его. Даже не церкви, это не что большее, а Его ломимого сила и Его пролитой крови. И если в церкви сегодня мы проходим такие, какие есть, то уже подойти к левополомлению надо совсем по-другому. Сердце чисто должно быть, осмещенное. Конечно, я сегодня в некоторой мере повторю то, что говорил добрым. Я понимаю, что это очень надо на сегодняшний день. Но, наверное, будет немножко другой вариант для вас, чем для доброго. Доброе есть доброе, там все доброе. А у вас будет все доброе. И надо будет проверить, что-то было доброе. И если принимаю участие в пропесии Господней, я прошу, что обнаружите. А вот в этом-то мы и не каялись. Надо будет каяться. Потому что, если участвовать недостойно, то что за это бывает? Многие из вас не может из-за этого. И больны, и что? И немало умирает. Бог судится с нами здесь, на земле, чтобы вечности пошли чистыми. Так же написано, да? Если бы судили сами себя, то не были бы судимы. А будучи судимы, наказывающиеся от Господа. Для чего? Чтобы не быть осужденными с кем? С миром. Знаете, это великое счастье. Это великое счастье. Бог нашел выход для нас. Тех, которые не знали, что это делали. И я сегодня говорил, не раз уже говорил на эту тему, что в Ветхом Завете написано, была такая жертва, жертва повинности. Она то же самое, как и жертва за грех. Ну, по-другому называлась просто. Там право ясно написано, за грехи неведение народа. Вот не знал и делал, и учащил в тропе Господней и привел. Зато, знаете, что? Немышны и больны, и немало умирают. Не духовно, физически. Духовно умер, значит, в вечности будет судимы. Духовно мертвы. И где будут судимы? В вечности. В вечности. На земле немышны и больны, и немало умирают. Чтобы в вечности не были судимы. Это ответственный момент. Очень ответственный. Вы знаете, это большой груз ложится на человека, когда он делает что-то. Но! Если мы увидели это, и пришли к священнику, пусть нам кажется, что мы покрыты проказой. Вы помните? Я напомню еще одно место. Даже не одно, может, ты могу напомнить. Вы помните, одно какое странное место, на первый взгляд. Придешь человек к священнику, увидишь, что проказа покрыла ущевая, все тело стало белым от проказы, а священники его объявят каким? Чистым. Какая-то чистая, вам дарит. Он увидел, что он в грехе пришел к священнику, а сегодня кровь Христа дает нам свободу и победу. Но нам надо этому верить. Вот я смотрю, у меня проказы, а священник говорит, ты чистый. Кому я должен верить? Себе, что вижу? Или тому, кто сказал священнику нашему, Иисусу Христу? Ему, конечно. Ни один пример такой произвел в священном Писании. Вы помните, еще второй пример. Когда десять прокаженных ословились, дали Иисус, очисти нас, если хочешь. А вот помните, что он сказал им? Я немножко и другое место взял, если хочешь. Там тоже своя тема есть. Но он сказал им, идите, покажитесь священникам. И покуда они шли, что было? Не сразу. Кому надо было? Покажите священнику, что ты свободный. Если увидишь, что исцелен, иди покажите священнику. Я иду, а у меня еще на руках проказа. Как показаться священнику? Но если поверю, то что слава, благодаря Богу, очистися, слава и мой благодарение. А если не поверишь, я помню однажды, я приведу один пример такой, когда молились одного человека, я одержимый человек был. Ну и бес, почему ты не уходишь? Почему ты не освобождаешь его? Он же просил прощения, он исповедовал себя. А бес отвечает, а эти христиане не верят, что круг священника очищает после исповедания. Вот потому что мы не выходим. Они не верят, потому что отвечают на правую. Почему мы не выходим? Потому что они не верят, что если мы исповедуем грехи наши, он цитировал это местописание, то круг Христа освобождает, потому и мы не выходим. Вот как сегодня важно поверить? Пришли, покаялись, исповедовали свой грех. Может даже то, что не знали. Потому что еще раз напомню сегодня. Если кто знал и делал, то бит будет сколько? Много. Много. А кто не знал и делал, то бит будет мало или меньше? Меньше. Я думаю, хватит. Мало то то мало, может быть мы ушей, но меньше будет бит. А это будет достаточно. Да так, чтобы почувствовал хорошо, что это такое. Поэтому в сегодняшний день я буду читать одно из местных, что оно писание, но немножко другие стороны отчиню сегодня. Ну и тезатон, который в добром затронул. Я читаю первый текст Писания, в Постании Иуды, там только одна глава, 5-6 стихи. Я хочу напомнить вам, вам и мне тоже. Уже знающим это, что Господь избавил народ из земли египетской, потом не веровавших погубил, и ангелам, не сохранивши своего достоинства, но оставивши свое жилище, соблюдать в вечных узах под мраком на суд великого дня. Вот два только места, два стихи. И первый какой? Хочу напомнить вам, уже знающим это. Мы знаем, что Господь вывел свой народ из земли израильской, чудесами, знамениями и великой силой своей. И мы знаем, откуда нас Господь вывел. Знаем? Знаем. Вы не знаете, откуда меня Господь вывел, я не знаю, откуда вас Господь вывел, но я знаю, что вывел. Еще не вы и я находимся здесь под лицом Господним. Сегодня участвовали у трапези Господней, стали причастниками тела его ломимого и крови пролитые, за что слава благодарения Богу. Но, говорит он здесь, но потом, не веровавши, что сделал? Погубил. Погубил. Как не веровавши? Что они не верили, что Бог есть? Верили. Они же видели его руку, но они не веровали тому, что он советовал им делать, вот чем они не веровали. И думали так, как сегодня люди думают. А что, мы все верим, что Бог есть. Сегодня, наверное, редко найдется человек, который не верит, что Бог есть. Все верят. Но верят, верят, что он нет, но не верят ему, что он будет судить. Не верят ему, что он вернет убитованную землю. Вы знаете, как сегодня, особенно пожилых людей, гложет эти мысли. Как спасти? Ну, как спасти? Ну, как же спасти? Ну, как спасти? Вы уже спасенные давно. Когда покаялись, получили спасение. А вот ходить во спасение, как? Вот, вот, что вопрос стоит. И если уже говорить на эту тему серьезно очень, то написано так. Вы помните, ученики спросили, да кто же может спасти? Христос что ответил? Человеком это невозможно. Вот как крест поставлен на нас, вроде бы. Но нас же Иисус не кончил жизнь. Он сказал так. Но Богу все возможно. Слава Богу и благодарение. Я никак не могу спасти сам по себе. Я просто исполняю волю Божию. Стремлю делать то, что сказать. А вопрос спасения, он же этим занимается. Почему мне этим должно заниматься? Он же обещал, я спасу вас. Обещал? Обещал. Ну, наша цель какая? Смысл нашей жизни. Идти за ним так, как он ведет. Подчиняться ему, покараться ему. А вопрос спасения, это его вопрос. Да что, слава и благодарение Богу. Не надо стонать, как спасить? Ты спасенный, Господь, спасай меня. Спасай. Если надо, плав во мне. Вы поете такой псалом? Поете. Но как только чуть припекло, Господи Боже, за что, за что, за что, и за что, и за что, и за что. Но не всегда за что. Но всегда надо помнить для чего. Вот это всегда надо помнить. А за что? А может и не за что? Бог видел в сердце что-то не то, что надо. И начинаешь шлифовать. Ни за что. А для чего? За что слава и благодарение Богу. Ничего так просто в нашей жизни не происходит. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали эти вещи. И в чем смысл сегодня? Я сегодня говорил то же самое в добром. Мы очень часто обижаемся на Бога. почему почему ты нас не предупредил? Почему ты не открыл нам, что с вами будет дальше? Я помню одна сестра просто, как сестра, она покаялась, когда она услышала, что Бог открывает, что Бог делает что-то. Она походила, походила, и Бог ей не отступил во все. она хотела знать будущее. Но вы знаете, что не всегда нам надо знать будущее. Если мы будем знать, что трудно будет устоять. И я говорил не один раз о себе самому, если бы я знал в 71-м году, когда я только показывал, что будет со мной, я, наверное, не пошел бы. Господи, я не выдержу этого. Я не выдержу. Но Бог готовит наше сердце, а потом проводит испытание, и нормально все зашло слава и благодарение Богу. Вы помните слова Давида Вилькельсона? Он однажды сказал так. Я бы был очень такой доверчивый Бог, очень верил в Богу. Пошел, значит, работать с бандитами Нью-Йорка. Но все первые, если я знал, что будет, я бы, наверное, не пошел бы. Сказал бы, это же, наверное, такое переживание, я бы не пошел бы, наверное. Вот поэтому Бог очень часто что-то не открывает нам. Я приведу вам библейский пример. Один, читаю этот текст Писания. Второзаконие, 1 глава, 20-й, 40-й, ну, 20-й, «И сказал я вам, вы пришли к горе Амарейской, которую Господь Бог нам дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог Отцу твое, не бойся и не ужасайся». Скажется, «Иди и бери». Ну, слушайте, так же, что они сделали? Ну, вы все подошли ко мне и сказали, «Пошлем перед собой людей». Они ж не верили без знания, что возьмут землю. Ну, куда эти мысли на что-то за земля? Дай нам увидеть. И сказали, «Пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и привезли нам извести о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которых идти нам». Слово это мне понравилось. Дело не у Моисея, помните, одно место написано так, Моисея послали, не написано почему. А здесь же конкретно почему. Они прошли посмотреть нам. Идите посмотрите. Идите и посмотрите. Они пошли. Слово это мне понравилось. И я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена, они пошли, зашли на гору и дошли до долины Есхол и обозрили ее. Взяли в руки свои плодов земли и доставили нам и принесли нам безвестие и сказали «Хороша земля, которую Господь Бог дает нам». Но мы не захотели идти и воспротивились по велению Господа Бога вашего и говорили «И роттали в шатрах ваших и говорили «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли гидреской, чтобы отдать на сухи Амареев и Стрибитых». Куда мы пойдем? Братцы наши расслабили сердце наше. Если бы они пошли сразу, такого не было бы. Господь с ними никогда должен рассуждать. Надо брать землю. Пошли увидели на что обратили внимание. Не на то положительное, что увидели в этой земле, но на программы, которые будут стоять на пути. И все. Мы не возьмем эту землю. Мы не возьмем ее. Почему мы не возьмем? Там руды высокорослые, там города со стенами крепкими, врата с запорами огромными, и снова инаковых не понимали расслабили сердце всего народа. Двенадцать пошли, два были за то, чтобы мы возьмем. Вы помните, Иисус Навин и Халев кажется. Два они сказали. Пойдем. А десять настолько поделили большую работу. Расслабили всех народа. Это полумиллионная армия. Да где там полумиллионная? Пятьсот тысяч мужчин было. А женщин и детей наверное в три раза больше было. И все не пойдем. Мы не возьмем эту землю. не поверили. Посмотрели не туда куда надо. Я очень хотел бы чтобы повиновались Господу. Раз он сказал идти, значит иди. Надо будет подскажет что будет. Не надо. Это лучше даже. Слава Богу и благодарение за это. Женеверы не могли войти. Не поверили. Почему поглядили туда куда надо. И сегодня так бывает часто в нашей жизни. Мы смотрим не туда куда надо. Обращаем внимание не на то на что надо. Когда-то Сергей Павлович через такую мысль сказал. Рассказал один такой пример. Не знаю ему рассказали или он сам имел участие в этом. Кто-то ходил по городу искал в церкви где совершенную церковь найти. Вы помните что было дальше. Не нашел совершенной церкви. И тогда этот брат говорит ему слушай совершенной церкви на земле нет. Совершенной церкви будет в вечности. Когда Господь возьмет совершенных людей. А так местная церковь несовершенная. У них есть нечто отрицательное. Мой сказал вот так. Не ходи и не ищи. Ты совершенной церкви в земле не найдешь. Но если ты найдешь ее, не иди туда. Как только ты войдешь туда, она сам стоит несовершенной из-за тебя. Ну что, правильно сказал? Правильно, правильно сказал. Не иди туда. Как только ты войдешь туда, сам наставь несовершенной. Это же правда. Кто из наших более совершенных ? зубы есть иногда. Кого-то крылышками, а кого-то зубами цапнем. И потому я обращаю на это внимание на сегодняшний день. Неверующих погубил. Они не смотрели на Христа. Я на сегодняшний день говорю, а смотрели на людей, что вокруг делается и так далее, и так далее. И крылья тогда опускаются. Тогда уже и делать что-то не хочется. И всякая охота отпадает. Это путь Господь благословит, на что? Мы поверили тому. Господь обещал нас вечно 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 будет плавить, будет чистить, будет что-то секать, может больно будет, плакать будем, но лучше сплачем войти в Царство Лебесное, чем станцию ад. Есть разница, есть, конечно, есть. я не хотел бы, чтобы у вас была радость эта плоская. Я вам расскажу один случай такой. Мы сегодня часто, ну, чего, чтобы весело было, и все. А чего там, какая разница, чего весело. И одна еще исповедовалась, она была россиянкой, я, может быть, говорил не один раз об этом. Смотрю, что-то с ней не то делается, что надо. Рыцок перекашивает, язык выворачивает, одержимый. во имя Иисуса Христа, дух, кто ты, как твое имя, молчишь, стараюсь, как твое имя, мое имя, радость. Я и рот раскрыл, думаю, это что? Мое имя, радость. Я такой, это впервые в жизни было, мое имя, радость. Я думаю, интересно, что за радость? Лжец. Но я понимаю, если имя Иисуса приказывает, он лжец, но тут говорит правду. Он не имеет права лгать. Второй раз, во имя Иисуса Христа, как в имя? Уже за раздражением, радость. Ну, смотри, я себе сказал, что радость, что ты еще хочешь от меня? Радость. У меня сразу идет в голову, искусственная радость, плотская. Бог просто. Ты дух искусственной радости? Да-да, я дух искусственной радости, раскрылся в улыбке, наконец-то его понял, кто она радость. Как ты вошел? Когда она радовалась. И опять, а это что? Когда радовалась, вошел. Я у меня спрашиваю, в какой-то церкви была. В той церкви, я тебе пляшу, я тебе пою, здесь листят, так радуются. Все понятно. Я сказал, а мне такой радости не надо. Мне радость должна поехать от духа этого, от благодати Божьей. Вот где радость внутренняя, но не наружная. Пожалуйста. Вот, вот и пожалуйста. Неслободный человек. А радость какая радость? Радость. Поэтому я обращаю сегодня все внимание на это. Потом я помню, я тоже, может быть, это рассказывал, когда я был в Литве, Васю Ковальчука знаете, наверное, поет, хороший, хороший певец. Под Новогрудково родился, сейчас живет в Литве. Ну и однажды он собрался, поехать с вами в Америку. Он сказал почему, говорит, надо было что-то подзаработать, но ты же не заработаешь. Он эти диски записал, Павел говорит, то музыка наша нормальная, христианская, заехал в Америку туда, послушаем, слушай, Мася, что ты эту музыку нам все старую, какую-то, нам надо что-то современное, знаете, буги-буги. Ну, да не знаю, как она называется у вас. Он, говорит, приехал второй раз. Я говорю, правда, все псалмы взял старые, которые были, не новая, которая одна строчка четыре раза и шесть раз повторяется. И говорит, ну, обработку, пошел к этому маршировщику, он обработку сделал, и он проимитировал, говорит, вот я, говорит, покажу, что я сделал. Он сначала начал петь вот, Баграница стоишь ты в церновом венце, туго спереди связаны руки. А я, говорит, сделал так, Баграница стоишь ты в церновом венце, туго спереди связаны руки. Завез эту песню, расхват, руками отрывай, да, вот, Вася, вот, Вася, молодец, Вася. Разобрали эту музыку всю его. Я, говорит, приехал домой и решил свои церки у Вильнюса посетить еще. Берут эти диски, берут все это, говорит, и однажды в одной церкви, я, говорит, пою, заходит, держит человек сатанистов. Вот, и как они одни, сходишь на это, с прашками, с металлом этим кругом, как, говорит, стали писать, как стали кружиться, как стали радоваться. Я говорю, что вы делаете? Я говорю, это музыка наша. Мы, вот, идем, наша музыка. Мы, говорят, душой отдохнули, Вася, иди к нам. Он говорит, какая же ваша музыка? Слова Божьи. Слова Божьи, но музыка наша, Вася, музыка наша. Я говорю, все диски, вот так вот, и все, под молоток, и в сторону. Зашел к этому, аранжировавшему, говорю, что ты мне наделал? Ты хоть знаешь? Знаю, ты знаешь, что ты делаешь? Знаю, знаю, ну ты же просил, я себе обработку сделал. Вот, пожалуйста, как часто бывает с нами в нашей жизни. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы с благовением служили перед лицом Господним. Со страхами цепетом совершайте свое спасение. Так написано? Не со страхом каким-то животным, страхом боишь, а со страхом перед Господом, перед Его лицом, исполнением Слова Его. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы верили этому. Потом, не веровавши, что? Погубил? Я возьму немножко другую тему, не буду говорить о современных каких-то отклонениях. Я возьму один текст Писания, шестой стих. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивши свое жилище, соблюдайте в вежливых узах, панвраком, на суд великого дня. Почему ангелы были не звернуты с неба? Они не сохранили чего? Своего чего? Достоинства. Оказывается, у нас должно быть христианское достоинство. Ангелы не сохранили своего достоинства. Я читаю один из текстов Писания. Девятого стиха читаю ту же самую главу. Артиши ангелы Божьих, которые сохранили достоинства, которые не сохранили достоинства. Михаил Архангел когда говорил дьяволам спора о Моисе и вам теле не смел произнес укоризненного суда. Но сказал «Да запретит себя Господь». А сие злостовит то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, чем расслевают себя? Горы им, потому что идут путем каиновым, продаются обольщение мзды, как валаам, и ухост погибают, как коры. Вот эти Архангел Михаил присел перед Господом. чистый святой ангел исполнил дьяволом о Моисеем теле, но он не смел произнес укоризненного суда. Сохранил свое достоинство? Сохранил. Ну, дьявол, это же я, что дьявол, это же видно, что он делал, но он не смел произнес укоризненного суда. А вообще его с насловия то, чего не знают. А у нас разве не бывало такого? Не знали, говорили, а потом, а зачем это надо было? Это же неправда была. Значит, что сделали? Не сохранили своего чувака достоинства, не сохранили достоинства. Как это просто легко теряется все. А вот Архангел Михаил. Сохранил достоинства. Ну, дьявол, то дьявол. Не смел пройдет укоризненного суда. Этот суд принадлежал полгодному. Но сказал, да запрещит себя кто? Господь. А я не могу. Спорил. Наверное, не дал ему тело мочи его, но не смел пройдет укоризненного суда. У коры и суд. Старца не украли. Укорил. Что? Сохранил достоинства в этом месте? Не сохранил. Не сохранил. Не сохранил. Поэтому вы помните Озию цара. Тоже не сохранил собой достоинства. Был достоин в определенное время. Огромный успех имел в стране. И земледелием занимался. И войско вооружил так, что дел веще ли он. А после что? Захотел больше достоинства иметь, чем он имел. И пошел воскуратить имя, а он таре кодильный. Священники воскротились, и сказали, Озия, не тебе кодиль Господу. А он что сделал? Разгнился, кодильница в руках была. И как только разгнился, сразу покрылся проказу людей. И жил в прокаженном доме до самой своей смерти. Все. Сохранил достоинства. Он захотел больше взять, еще что надо, а что его то не сохранил. Ну, как часто мы хотим сохранить свой собственный авторитет. Боюсь признаться в том, что неправильно было. Но вы знаете, что мы хотим иметь больше, чем имеет? А зачем оно больше, имеет? Однажды кто-то говорил со мной, сказал, авторитет, авторитет, авторитет. Я говорю, слушайте, если вы мне дали авторитет, забирайте, он мне не нужен. Зачем вы мне его дали? А то, что Бог дал, вы его никогда не заберете? Как вы это можете сделать? Ну, никак не заберете. А что вы дали? Забирайте его. Зачем он мне нужен? Будете ожидать от меня больше, чем я могу дать вам. Опять-таки, я буду плохой, вы мне дали вот это, зачем он мне нужен? свое достоинство надо сохранять, то, которое Бог дал нам. Вот что надо хранить. Но как только где-то что-то боже себе берешь, в своем разуме даже, я достоин занять более высокое положение, чем в своей церкви занимаю. Все. Оказывается, и не достоин уже. Не достоин. Хочешь забраться выше. Вы знаете, чем выше забрался, если упадешь, еще сильнее разобьешься. Вот где-нибудь вот тут с этой лавки упасть. Ну, проспал все собрание, упал с лавки, ну, ничего страшного. А если забрался выше, это уже будет страшное. Это уже будет страшное. Вот такое, уже упадешь, то упадешь, разобьешься так, что, наверное, и не пособираешь. Будут брать и разбирать, 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 разбирать. А разобрать, разобрали, сложить-то не сложили. Так и разошлись, не сложившись. Разобрали, говорю. Но сложить же надо то, что разобрал. Поэтому я обращаю на то, сегодня самое серьезное внимание. Я не для смеха этого говорю, потому что это серьезная вещь, я говорю. Вы, правда, улыбались, вы понимаете, вы же не насмехаетесь над собой, надавной, над чем-то. Ну, просто воспринимаете вот так вот, с радостью. потому что не то, что какая-то ну, я же не то, что анекдоты рассказал, я говорю, а жизни нашей, которая есть. Живые примеры. Живые примеры. И потому я обращу внимание вот еще что. Яков, четвертая глава, не злосовьте друг друга, братья. И сестры тоже. Что такое злосовить? Это не знаешь, какую-то, это литературная речь. Это не цензурщина и чарту на речь. Но злые слова. Злосови, злосовьте. Не злосовьте друг друга, братья. Кто злосовит брата или судит брата своего, тот злосовит закон и судит закон. То же самое и муж не должен злосовить жену, и жена не должна злосовить мужа. А как вы думаете, в чем можно, а здесь нельзя? Это относится к всем, буквально. И потому я немножко сегодня еще чуть-чуть скажу, не буду затягивать ваше время, но я обращу внимание на семью. Мужа должно быть свое достоинство, а жена должна иметь свое достоинство, да? иначе будет недостойный один другого. А кто уже недостойный, кто его знает, трудно разобраться. Чужая душа почемки, чужая семья тоже, не очень кто разберусь, но где-то достоинство потерял кто-то. И я читаю один из текстов Писания, почему? Потому что все-таки муж есть глава семьи, он отвечает за семью. И первое семья в Едемском саду была создана Богом. Это Адам был и Ева, да? Но кто был ответственен за грех, который вошел в мир? Адам или Ева, скажите? Адам. Когда Ева согрешила, ничего не померялось абсолютно. А когда Адама научила и ввела в грех, открыли глаза у них обоих. Вот вам пожалуйста. Муж несет ответственность и за жену, и за детей. Хотя это не просто бывает. За жену нести ответственность. Ну, тем не менее, ну, знаете, что? Это ж так на самом деле. Это ж так. Поэтому куй Господь благословит нас, я немножко чуть-чуть затрону эти вопросы все. Жена достоинства должна иметь достоинства. И Библия прямо говорит нам о том, что нигде не написано, что в Еле все согрошили. Водами все согрошили. Водами. Водами все согрошили. Ну, во Христе все живут. Я просто взял одну часть вот этой цитаты из Библии. Водами все согрошили. Он несет ответственность за это. Хотя часто очень трудно нести ответственность за жену, которая лопочет и лопочет целыми днями. По поводу только выдержать все. И кто-то однажды пьет такой пример. Вы наверное знаете, чем отличается брат с сестры. Знаете, да? Не знаете? Не знаете. У брата в одно ухо влетает, другое вылетает. А у счастья оба уха влетают, а через рот вылетает. Вот разница. Оба улетают, а через рот вылетает. Вот разница вся. Попробуйте выдержать такую жену, которая целым потоком направляет и смывает все. Поэтому вот это достоинство потирало потирало достоинство свое. Вы знаете, что-то не так просто. А мужу надо выдержать все это. Он отвечает за нее и за себя в придачу еще. И ухватится семь женщин за одного мужчину. Не семь мужчин за одну женщину ухватится. А то небо что такое семь женщин за одного мужчину. В тот день и скажут. Там правда речь идет совсем о другом. Я немножко пережу плоскость наших семейных отношений. И скажут. Свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить. Только пусть будем называться твоим именем. Снимись нас позором. Когда женщина была позорной женщиной вышла замуж муж должен взять на себя все и ей позор. Он берет не только то что он видит но и то что не видит. И хочешь не хочешь взял все тогда. Не выставляй ее позор перед всеми. А бери на себя. Ты взял жену взял но замужем вышла а замужем не хочет она вперед выскакивает. Такое бывает? Бывает. А замужем какой это замужем ты впереди а не замужем 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 иду ну правда замужем замужем иду но не впереди бегу. Вот вот чем вся проблема сегодня достоинство я замужем оказалось он замужем а не ты он замужем ну я не знаю как за женатый нет такого выражения вообще-то за женатый за женой иду женился то дело другое а замужем ты же замужем а вот не хочется идти замужем да не хочется может быть муж виноват в этом вот еще какие-то проблемы но тем не менее вот надо мужу чтобы был порядок в семье чтобы она за ним шла а он тоже иногда ее подставляет не хочет чтобы она шла за ним я как-то типа анекдота но это анекдота наверное мудрость какая-то сидят в ресторане кушают а муж еще ходит и добавляет себе и добавляет добавляет и добавляет жена сидит и говорит слушай а тебе не стыдно не стыдно я говорю это я для жены это я для жены он ее вы понимаете как вот бывает иногда вот меняются люди вот не хочется взять на себя надо выставить иногда уперот выставить ну это ж ненормально то значит достоинства то нет мужа достоинства нет жены почирали ее может быть не имели даже может быть не понимали не слышали слово божие ну это ж нормально поэтому если когда мы будем молиться вы хорошенько подумайте как вы замужем или впереди мужа пока или чего нет что выдумается вы же участвовали в проломлении а сами бежали впереди мужа ну как это нормально не нормально господи прости прости потому что это ж порядок такой установленный господом взять немощи жены тоже надо взять немощи я не один раз слышал если бы я знал что она такая больная я бы ее не взял не хочется взять немощи свои немощи возложить пожалуйста а ее взять нет я же говорю это не с потолка взявший я говорю из опыта уже 40 лет веришь уже что-то хоть один случай угодно запомнить все-таки запомню что-то что я часто допустим исследую или еще что-то или еще что-то вот потому нам надо еще поставить на свое место чтобы не потерять достоинство ангелы достоинство потеряли не ровно нам и были сброшены с неба то что нам говорит на сегодняшний день если это достоинство утирали где-то оставили в стороне поэтому но он взял на себя наши немощи и поднес наши болезни а мы думали что он был поражаем наказуем уничижен Богом но он изъятным был за грехи наши и мучен за беззаконие наши какое часто у мужа мучение нести жену я то не с юмором говорю ее болезнь именно то что надо нести ну что ж взяли мы то бы все взяли и хорошо что не знали откровение Бог не дал а то не нашли бы никого не нашли бы никого кого бы взять а так вот взяли а теперь несите она твои немощи несет а ты ее неси немощи а как а как по другому еще поэтому я уже после наверное что-то добавлю ну и что я хочу сказать нести ответственно за уверенную семью тоже муж несет жена наверное будет делить пополам где кто виноват но тем не менее как глава семьи и вы помните когда выбирали на служение одно из качеств мужа дети должны быть верующие кто не умеет управлять собственным домом тот будет ли перчатить от церкви божьей пожалуйста вот еще один факт ну немножко не хватило где-то достоинства какого-то но тем не менее мы сегодня благодарим Бога за то что Он хочет вернуть нам чтобы мы узнали что мы потирали вы помните первой церкви было сказано Ефесской вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела может быть сегодня из того что я говорю может быть что-нибудь одно только найдете у себя минус какой-то но тем не менее имею немного против тебя помните и говорит если не покаешься это Ефесской церкви очень много положительных качеств было и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал испытал тех которые называют себя апостолами они не таковы нашел что они лжецы но но имею немного против тебя так и так вспомни откуда ты и покай иначе придут и сдвинут светильник твой место его если не покаешься что-то означало не просто потеряя спасение нет пастором не будешь на другое место переставлю вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела поэтому сегодня нам надо все-таки где-то что-то пересмотреть свою собственную жизнь в свете Слово Божие не обязательно это афишировать перед всеми но когда мы опустились на колени вот тогда надо сказать Господь упустил вот это я помните я читал одно из местных что написание что вы уже знаете это чтобы не знали то что я говорю знали но как-то вот жизнь молола как-то что-то сразу выпало и все иначе жить не так как надо я вот напоминаю вам что так должно быть жена стандарт 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 лимаила цара наставление которое преподавает мать его что сын мой что сын чеба моего что сын обетов моих не отдавай женщинам сил твоих не путей в губительнице царей что сын вы знаете что вы в губительнице царей можете быть а уже мужей слых то точно так дивляться иногда что они не знают что ей говорить ну так в губительнице царей я же не выдумал это ну вы что ты то что ну всякая честная немножко женщина правда но немножко есть такое есть я сегодня говорил когда был в добром говорил об этом когда полгода прошло после брака кто-то из братьев я уже не помню их не сестры не помню ни брата не помню может они ничего не здесь да то с нашей церкви были в гнезде но уже не помню кто к нашей церкви подходил поговорим с моей женой полгода уже живем что не сделает все плохо все не так и не так не так и не так не так ну поговорить с ней ну что выяснить в чем дело а как-то получилось так я очень быстро где-то минут за 20 где-то на празднике жатвы были смещение радужком я спрашиваю а что такое она подумала слушай я женщина мне же покапризничать надо а он принимал за чистую монету для меня такое откровение было женщина капризничать вот думаю вот откровение какое я женщина мне же покапризничать надо а он не понимает этого а как тебе понять ты сказал слушай брат я хочу капризничать капризничать я говорю значит ты будешь капризничать другое дело я уже капризничать не говорю что капризы вот в чем дело я разберусь что это такое происходит почему то мне же покапризничать надо не надо вам капризничать хватит что мужья капризничать достанется вам тоже они тоже умеют капризничать поэтому вот это поставьте все в сторону ни капризничать ни одни ни другие капризы ни к чему доброму не приведут ну вы понимаете что такое капризы а когда-то у меня сын спрашивал папа что такое капризы он не знал я пытался объяснить это когда ты плачешь он подумал нет я не согласен я это объясняю вот ты что-то хочешь делать не то что надо я тебе запрещаю ты начинаешь плакать эту капризу через пять минут он полез куда-то а душа не делает папа это что такое капризы завернулся и пошел узнал что такое капризы и все завернулся и пошел в свою комнату там у маленьких годика два наверное не больше папа что такое капризы вот вы тоже знаете что такое капризы на сегодняшний день каприз ничего доброго не найдут я понимаю сестер им хочется покапризничать что братья им больше ласковых слов говорили больше ласки ну капризами что ты сделаешь наоборот отстудишь их может быть для кого-то сегодня это вот как снег на голову то что я говорю вы знаете есть еще в написании место где написано сравнивается со снегом слово Божье как дождь и снег так и слово Божье иногда надо и снегом посыпать чтобы головы гора и остудились я помню однажды один из братьев звонит ко мне и говорит брат Николай вот в церкви декана настолько возмутили снять пастора и все вот будет переизбрание давай не знаю что делать скажи так будет переизбрание мы будем и вас переизбирать всех а что ж вы думали и церковный деканок он пришел и так сказал один помотал нет тогда не будет переизбирать тогда не будем помнишь так не могут полететь тогда не будем а так давайте расскажу ему что я буду и тебя и деканок и церковный совет тогда не будем надо же иногда и снег на голову посыпать и летком чтобы погладить эти головы которые бунтуются очень сильно поэтому я просто не говорю об этом чтобы вас этого не было больше никуда оно что это же грех это же грех я дальше все я не буду читать здесь очень много можно говорить по этой главе вы сами почитайте дома и найдите сами себя таковы или нет кто найдет 10 стиха читаю кто найдет добытительную жену цена ее выше жемчугов вы жемчуга много видите жены добродетельных тоже немного вот тут написано так написано так может быть все добродетельные слава Богу я же не говорю что все но кто найдет добродетельную жену цена ее выше жемчугов я тоже прошу один пример я сегодня в Добром тоже его приводил мы были на одной молитве я не знаю может 35 или 40 назад было одно сейчас стали молиться с братом с одним с молодым братом он какую-то нужду поставил а через сестры идет такое слово что ты говоришь ищешь что ты спрашиваешь они все с мухами только у одних больше а у других меньше я подумал я не понял что за мухи но Бог говорит нашим языком как мы говорим что такое я говорю мои что в жену мне Бог дал хорошую а Бог сказал они все с мухами только в одних больше а в других меньше вот оказывается давайте жену выше это мне чем женщину отыскать чудни отыскать поэтому пожалуйста сестры не гудите постоянно и на кухне и дома летает как шмель жужжит и жужжит и жужжит все не так все не так но найти ее надо но Бог может первоспитать вас если вы такие если вы согласитесь с тем что вы действительно не совсем то что надо иногда тогда пожалуйста Господу придите Господь поменяет характер уверена в ней сердце мужа и он не останется без прибытка она воздает ему добром а не злом во все дни жизни своей они бывают и мрачные и хорошие и тяжелые и неприятные она воздает добром во все время и он где-то неправ бывает бывают мужья неправ бывают бывают но она воздает как добром во все дни жизни вот теперь подумайте хорошо за свою собственную жизнь во все дни жизни вы воздавали добром или ну как ты так и я тебе это наверное самый такой простой способ остановить но так не остановишь никогда так не остановишь так не поменяешь ни мужа ни мужа не поменять таким образом а добром воздавать надо вот здесь наверное утонет все отрицательное добры она воздает ему добром а не злом во все дни жизни своей ну не буду дальше читать но 15 стих читаю она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и уроченный служанкам своим она не поднимает мужа и детей вставай вместе со мной она поднимается сама и готовит а вы как этот стандарт вот здесь так написано так написано и в конце в этой главе написано еще другое чек писание встает муж и дети и ублажают и хвалят ее потому что прежде чем они проснулись она уже готовила такая же ваша судьба ну такая же а сегодня по другому смотрят а почему он мне кофе у постель не приносит мог бы встать сам мне вы знаете что вот это хорошо это же не библейское это же не библейское не библейское понимание но совсем другое поэтому это вообще правильный подход мы вообще должны знать каждое свое место свои функции свои обязанности нужно помочь конечно должен муж помочь жене жена мужу должна помочь но жена не может помочь мужу на все 100% вот у нее работа она не способна а муж не способен жене помочь на все 100% они просто дополняют друг друга ничего не хватает туда не то что на одного сбросить все это же не нормально должно помочь ты в одном а жена в другом тебе должна помочь но львиная то доля работа у нас каждого своя моя жена не будет напиликом пилить на ческах или болгаркой что-то это было очень интересно что-то стало болгаркой пилить я не понимаю такого я не понимаю такого она не может этого делать но она может делать что-то друг постирать может я могу ей помочь там но каждого у нас своя же работа и мы не можем спрашивать с кого-то за свою работу поэтому пусть Господь благословит нас я не буду дальше говорить очень много тут еще про правку про персты пралка веросяно жена хочет как веросяном крутить мужем а так не получится и муж не может крутить жену как веросяно тоже не получится это знаете надо научить свое место надо с семьей скреплять эти волоконца вместе сколько их там есть она наблюдает за хозяйством своим в доме своем и не ест хлеба праздности 28 стих я уже буду кончать это слишком много я вам заданий там проиграть но проиграть то надо все равно вы же сами почитайте здесь очень много написано в этой главе встают во всем не стоит обращать очень долго время займет прочитайте сами и поймите если ваша любовь друг к другу не будет увеличиваться вы где-то отступили от этих стандартов мы все стареем правда красота сует такая временная значит что знает все поэтому я бы очень хотел чтобы у вас была и внутренняя красота и наружная равнозначная я когда-то однажды сказал не один раз говорил такое когда спросил на браке вы любите друг друга говорят любим ну это мы узнаем что год а пока что вы обманули друг друга уже обманули друг друга вы не показали своего характера перед браком по-настоящему а позже будет видно через год уже ну может быть я не совсем правильно тоже немножко с юмором сказал но тем не не значит что бывают любят пожили полгода разводят уже не похоже жить вместе оказалось внутренняя красота и наружная полярная вещь совсем не то взял и совсем не за того вышло а кто вас я сводил что ли что вы так обманули просто друг ну теперь пожинайте плоды своих дел я помню когда-то когда я жил еще один пример приведу на квартире там жила военный жил с одной стороны неверующий был и женщина одна жила тоже неверующая она знаете настолько сильно его любила в кавычках он придет с работы не верующие люди не часто живут все стандарты нарушают наши она ему воды нагреет ноги тазик ноги помоет все знаете что он жалился и в первый раз уже приходит работать а где вода ставить а теперь сам нагрей нагрей сам ты видишь где мне некогда все поменялось сразу поменялось сразу вы помните это тоже юмор вот так вот люди часто делают муж несет жену на руках и говорит слушай дорогой муж и жена дай я тебе на шею пересаду хватит я тебе на шею пересаду и будет нормально но я не думаю что ваши жены сидят на шеях может и вы на их шеях сидите и такое часто бывает муж пьет сел на шею так что трудно вынести но с другой стороны все таки зачем на шею лезть а говорят дай что ты меня на руках не стешь муж и жена дай я на шею тебе уже пересаду пусть Господь у нас благословит сегодняшний день давайте хорошенько проверим свою жизнь я то говорю не для того чтобы сегодня посмеялись а чтобы хорошенько проверили свою собственную жизнь сегодня участвовали в поздравлении стали причастями тела Господней крови его стали а может быть надо хорошенько подумать да исправить что-то чтобы это не было поводом или причиной Господа наказывать вас и меня в том числе я же себя не сбрасываю за этих штатов поэтому давайте склоним колени за все поблагодарим Господа и пусть милость Господня произвольит с нами свою работу давайте будем царать достоинства нашего христианского достоинства склоняем колени над собственными достоинствами Господнего Слова Своя есть святительник в нашей ноге и оно протекает до разделения души и духа составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные Господь под рукожи мы просим тебя прощения за все наши зухи которые мы были непокорны женам мужья может быть мужья были несправедливы к женам может быть дети были несправедливы к родителям а родители к детям это так часто встречается с нами в нашей жизни Господь это означает что нет того достоинства которое мы должны были бы иметь или может быть его утирали Господь прости амой нас и очисти Твоей и святой правильный кровь Твоя она щенна и могущественная перед ней не может устоять никакой грех никакой беззакония Господь дай нам сегодня еще раз воспользоваться силой Твоей крови что Твоя святая божественное слово обновить наш разум обновить наше познание обновить нашу веру для того чтобы она была действительно чистой и святой не лицемерной чтобы мы Господь не рисовали перед людьми какие мы святые но чтобы в самом деле были теми сосудами в которых ты налил свое масло которое могли бы умощать и другие сердца ласковой любовью добрыми делами и совершать этот великий труд который ты нам трудно начал исполнять поэтому Господь благослови эту церковь прости каждый грех каждому кто сегодня признается в нем кто чувствует свой недостаток кто хочет исправить что Господь я знаю ты силен исправить искренное сердце любящего тебя и если у нас были какие-то проблемы с неведением слова то прости ты сегодня дал нам след ты сегодня поставил нас на весу твоей правды поэтому Господь научи нас ценить твою голгофскую жертву щену твоей крови всегда верить в твою победу которую ты совершил на голгофском Кристе и которая совершена и для нас за что слава тебе и благодарность потом Господь delays нас твоим прощением полосови излиянием духа Святого полосови твоей будростью и пусть церкву твоя победным шествием направляет в Святое небо пусть мужья не тирают своего достоинства пусть жены тоже не теряют своего достоинства но пусть оно все вместе складывается в одно великое достоинство в одно великое приобретение которое мы имеем Когда живем в наших семьях, когда имеем наших жен, наших детей, и в том числе и наших соседей, Господь, благослови наше общение с ними, благослови каждого из нас, и пусть каждый из нас несет Твой свет. Пусть слова наши будут целительным бальдамом для многих сердец израильных, научи нас видеть их, оказывать им поддержку и милость, и пусть Твоя святая любовь найдет великую власть в сердцах Твоего народа, чтобы, Господь, мы были Твоими священниками, освящали этот мир, совершали это великое служение перед лицом Твоим. Благослови, Господь, эту церковь, благослови брата Вечеслава как пасты, благослови его помощников, и пусть в их жизни исполнится Твоя святая воля, благая, угодная и совершенная. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.